Работа системы здравоохранения Брестской области направлена в первую очередь на сохранение и укрепление здоровья населения региона. Для этого в области реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для оказания качественной медицинской помощи. В 2013 году было проведено строительство и реконструкция ряда объектов здравоохранения. В частности, введен в строй новый лечебный корпус детской областной больницы, реконструкция которого началась еще в 2010 году. Всего на строительные работы и приобретение оборудования в рамках этого проекта затрачено более 20 миллиардов белорусских рублей, выделенных из областного бюджета. В 2013 году введена в строй и новая поликлиника в городе Ляховичи, реконструированы помещения Кобринского родильного дома. Руководство области осознает важность доступности медицинских услуг, поэтому делает все возможное, чтобы каждый человек мог своевременно получить необходимую помощь. В медицине много важных задач, но самая главная задача, чтобы наша медицина оставалась всегда доступной для того человека, который пришел за помощью, за лечение. Можно по-разному лечить человека, а вот мы говорили сегодня именно об эффективности лечения, об максимальном использовании и эффективном использовании всех тех материальных средств. Во время совещания был поднят ряд вопросов, касающихся оптимизации сферы здравоохранения. Обращаясь к главным врачам учреждений здравоохранения области, Константин Сумар неоднократно подчеркивал, что каждый руководитель должен быть в первую очередь грамотным хозяином, который сможет правильно выстроить работу всех подчиненных ему структур, определить необходимые денежные и трудовые затраты. Губернатор региона уверен, благодаря совершенствованию методов и форм работы с пациентами, можно правильно распределить бюджет, а оказывая платные услуги и заработать. Глава области неоднократно отмечал, важно рационально использовать уже созданную материальную базу, а также правильно расставлять акценты в своих потребностях. Что-то нужно реконструировать или создавать сегодня, а что-то может и подождать. Тогда останется больше средств, которые могут пойти на нужды учреждения, в частности на повышение оплаты труда медицинским работникам. Это поможет приостановить текучку кадров и улучшить отношение медперсонала к своей работе. Константин Сумар напомнил главным врачам всех структур здравоохранения области, что от работы учреждений здравоохранения зависит и оценка работы власти. К слову, Брестским областным исполнительным комитетом было принято решение о повышении с 1 февраля тарифных ставок всем работникам организации здравоохранения области. На эти цели предусмотрено выделить из бюджета около 60 миллиардов белорусских рублей. Мы обсуждали сегодня и оплату труда, ведь оплата труда тоже это немаловажное значение, это уже для самого работника, который работает в больнице, то ли это врач, то ли средний медперсонал или технический работник. И мы в какой-то степени сегодня уже приняли решение после обсуждения о увеличении тарифной ставки медицинского работника. В целом губернатор региона оценил на крепкую оценку хорошо работы учреждений здравоохранения области. Медперсонал Брестчины успешно следует своему девизу – профессионализм, гуманизм, качество и доступность. Константин Сумар поблагодарил главных врачей и коллективы учреждений здравоохранения за тот труд, за те потраченные силы и ту энергию, с которой они ежедневно борются за здоровье и жизнь своих больных. В 2013-м медики Брестской области освоили новые технологии, разрабатывали новые пути борьбы с тяжелыми заболеваниями. Особенно активно работала в прошлом году Брестская областная больница. Отделение трансплантации в учреждении здравоохранения открыто 19 мая 2011 года. За это время здесь проведено около 100 операций по пересадке почки. В конце 2013-го здесь впервые в регионе была успешно выполнена первая операция по пересадке печени. Если взять и подвести такой итог вообще в 2013-м году, то он был одним наиболее удачным для нашей больницы. Несмотря на те экономические проблемы, которые существуют и в государстве, и у нас, мы многое сделали, мы многое приобрели, мы многое медрили, многое освоили. Поэтому нам есть о чем говорить и что показать. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовы.